Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сейчас в Евангелии о призвании первых апостолов, о том, как Господь, проходя по берегу Галилейского озера, позвал Андрея и Петра, и они оставили свои сети и последовали за ним. Следование за Христом – это одна из многих евангельских метафоров, которые обозначают, собственно, всю христианскую жизнь. Таких метафор несколько. Это и рождение свыше, как говорил Господь об этом в беседе с Никодимом, это и обличение во Христа как в новую человеческую, преображенную и исцеленную природу. Но это и следование за Спасителем, как волевое действие, обнимающее собой всю жизнь человека. Апостолы следовали за Спасителем тоже не только в пространственном, географическом смысле. Конечно, прежде всего и поначалу в таком смысле. Но это следование за Спасителем по Святой Земле, путешествие с Ним вместе по Галилее и Иудее через Самарию, предполагало и внутреннее изменение, которое постепенно совершалось в учениках. И мы в Евангелии находим определенные вехи, которые свидетельствуют о таком изменении. Вспомните, как однажды, когда Спасители не приняли в одном селении, двое из учеников Иоанн и Иаков, сыны Громовы, возревновали о своем Учителе и предложили Ему, чтобы Он позволил им извести огонь с неба, и этот огонь попалил бы нечестивых жителей этого селения. На что Господь отвечал, «Не знаете, какого вы Духа, потому что Сын Человеческий пришел не губить людские души, но спасать». Точно так же вхождение в Дух Христов означало для апостолов отказ от тех стереотипных представлений о Мессии, которые бытовали в иудейской среде в это время, а именно о том, что Мессия должен быть обязательно земным царем, политическим вождем, который даст израильскому народу могущество, власть и уж, конечно, свободу от иноземных поработителей. И речи Спасителя о его будущем распятии, о его страданиях с огромным трудом воспринимались учениками, которые не могли вместить то, что Спаситель идет в Иерусалим на смерть. Это внутреннее изменение учеников, о котором говорит нам Евангелие, конечно же, продолжилось и после воскресения и вознесения Спасителя, когда они, обреченные даром Духа Святого, должны были утверждать Церковь во всей Вселенной, то есть проповедовать Евангелие по всем доступным им географическим областям и странам. И это означало для них прежде всего то, что их жизнь должна была быть следованием за Христом в самом глубинном, в самом емком смысле этого слова. Все их внутреннее содержание, душ, мысли, чувства, переживания были направлены ко Спасителю, к угождению Ему, к служению Ему. И вот в этом-то смысле следование за Христом доступно для каждого христианина и не просто доступно, но должно быть содержанием его жизни. Просто потому, что если этого не будет, то не будет возможности говорить об этом человеке, как о христианине. И вопрос только, как нам воспитать себя в том ключе, чтобы наша жизнь была, оказалась следованием за Христом. Сегодня мы празднуем всех святых земли русской, и о каждом из них бесчисленных и в большинстве их нам, к сожалению, не очень хорошо известных подвижниках, хотя многие дорогие для нас имена мы помним и представляем, о каждом из них мы можем сказать, что их жизнь была следованием за Христом. Но есть и определенные, можно сказать, стереотипные представления, которые бытовали, долгое время бытовали в русской истории, как, например, то представление, что христианином в идеале человек может быть только в монастыре. И поэтому все более или менее маломайские, искренние, молодые люди, и не только в татарский период, когда это было в общем и целом очень распространено, период монгольского завоевания, они стремились в монашество. И тем самым русские монастыри и численно, а потом и качественно, действительно являли своим современником идеал христианской жизни. Хотя бывали, конечно, и периоды глубокого упадка монастырской жизни. Но само это представление о том, что христианином можно быть прежде всего только в монастыре, на самом деле неправильно, несправедливо. Даже Федор Михайлович Достоевский, рисуя нам литературный образ праведника в своем последнем величайшем романе, помещает своего героя в монастырь в качестве монастырского послушника. Но уже тот же Достоевский, может быть, не случайно выводит своего героя потом в конце романа из монастыря, для того, чтобы он преображал мир, для того, чтобы он послужил этому миру, внеся в него ту евангельскую соль, без которой жизнь в миру, жизнь человеческая в обществе не может быть подлинно христианской. Действительно, это представление о том, что христианином можно быть только в монастыре, в русской истории воплощалось и в устойчивой традиции наших благоверных князей и даже некоторых московских царей принимать монашество перед смертью, на смертном одре подчас. И это, с одной стороны, возвышенное представление монашеской жизни на самом деле, в каком-то смысле, унижало жизнь христианскую миру. Мы с вами живем в другую эпоху, и мы понимаем, что в наших монастырях сегодня уже нет, может быть, той идиллии, идиллии чисто даже внешней, поскольку эти монастыри вовлечены в мирскую жизнь самых широких и практически во всех смыслах. Но, кроме того, мы и лишены такого выбора, и поэтому призваны каким-то образом осуществить свою христианскую жизнь здесь и сейчас, в тех условиях, в которых мы находимся. И что же нам делать в таком случае? Очень просто. Следовать за Христом. А это означает то, что нам необходимо бороться со своими греховными привычками и страстями, преображать свои мысли, чувства, навыки, привычки. И, как говорит Господь, кто хочет следовать за мной, да возьмет крест свой, брать на себя свой жизненный крест. Этот крест несли и русские святые, которые в меру того, как они преображали себя, оказывались объектом нападения, вражды, поругания и гонения со стороны не просто внешних, как, например, новомученики и исповедники российские, но часто и со стороны своих же единомышленников, как, казалось, братьев во Христе. Очень страшно то, что внутри церкви всегда присутствует определенная совокупность людей, и чаще всего облеченных священным саном или иерархическим положением, которые, будучи внешне, как будто членами церкви, на самом деле не живут вот тем самым следованием за Христом, и поэтому являются часто инструментами гонения врага рода человеческого на тех, кто эту жизнь во Христе ведет. Можно вспомнить преподобного Максима Грека в XVI веке, несправедливо отлученного даже от причастия и обвиненного ложно в самых немысленных вещах. Можно вспомнить святителя Ана Шанхайского, близкого к нам по времени, который в конце своей жизни был даже предан гражданскому суду за якобы допущенное им злоупотребление при строительстве Сан-Францискского собора. Это все примеры того, как дух мира сего, или лучше сказать, враг рода человеческого, ополчается на подвижника благочестия даже внутри церкви, даже внутри церковной иерархии. Но это все делает для этих подвижников еще более выпуклым тот идеал, который они всегда видели и видят по Христе. Господь Иисус Христос – это тот идеал человека, который дан каждому христианину для того, чтобы мы смогли хоть в чем-то до него дорасти. И когда Господь говорит апостолам сегодня «Я сделаю вас ловцами человеков», то это в каком-то смысле парадоксальная фраза предполагает не то, что уловленные в сеть евангельской проповеди люди теряют свою свободу, как рыба, которую поймали в сеть и выбылокли на берег, и не то, что эти уловленные в евангельской проповеди люди теряют как бы свой личностный выбор. Нет. Евангелие, как откровение о истинном Боге, откровение о божественном свете, сообщает человеку свободу, делает его способным стоять в высшей свободе, в свободе духовной, то есть в свободе от зла. Но этому всему противостоит дух окружающего мира, который как раз хочет лишить человека свободы и через греховные страсти поработить его тем вещественным и тленным началом, которые нас окружают. И поэтому для нас сегодня, для того, чтобы следовать за Спасителем, необходим пост, необходимо разумное воздержание, и я бы сказал не только воздержание в обычном смысле этого слова, но и воздержание информационное, потому что наши греховные страсти подпитываются часто теми, можно сказать, и средствами массовой дезинформации, я, сами понимаете, несколько дополнил это понятие дезинформации, и тем пристрастием к социальным сетям, которые, увы, распространяются сегодня не только на взрослых, но и на детей. Задумаемся над тем, сколько времени в неделю мы читаем Евангелие. Ведь многие здесь стоящих слышат Евангелие в храме, но не читают его дома. А между тем, Евангелие в храме в воскресный день звучит очень выборочно. Многие фрагменты, как, например, большая часть Нагорной проповеди, никогда не звучит в воскресные дни, просто по той причине, что она читается в будние дни. Зато многие из этих людей, которые не читают Евангелие дома, много времени проводят в социальных сетях, много времени проводят в просмотре, просмотре или прослушивании новостей, которые отнюдь не являются откровением, подобным Евангелскому, но являются весьма и весьма даже агрессивной информацией, в которой не просто дается перечень событий, но и навязывается, сугестивно сообщается некоторое видение того, что стоит за этими новостями. То есть это весьма и весьма манипулятивный вид информации, который лишает человека часто внутренней свободы, навязывает ему какие-то свои, вот, авторам этих материалов, принадлежащие мнения. И тем самым человек, вместо того, чтобы преображать себя, видя перед собой евангельский образ Христов, становится заложником определенного видения мира, которое часто не является христианским. Тут уже, простите, недоследование за Спасителем. Тут уже, главное только не потерять бы из виду тот самый драгоценный образ Христов, без которого в христианской жизни человек вести не может. И поэтому мы с вами сегодня, в течение этого Петрова поста, могли бы, подобно апостолам, в кавычках, подобно апостолам, отложить наши сети, то есть социальные сети, для того, чтобы последовать за Христом. Может быть, мы будем прочитывать только заголовки новостей. Этого уже достаточно, чтобы знать, что происходит в мире и на Украине. Но читать нужно прежде всего Евангелие, потому что оно дает нам не просто информацию о Боге, а дает нам именно откровение, внутреннее откровение, подкрепляемое в человеке благодатью Христовой, о том, каким следует быть каждому из нас. Когда Господь говорит апостолам, вы уже очищены через слово, которое я говорил вам, то он не произносит какую-то красивую фигуру речи, а он изображает ту реальность, которая действительно имела место. Слушатели Христовы были очищены не просто словами, которые он произносил, но тем Духом, который сопутствовал этим словам. Тот же самый Дух доступен для нашего восприятия, для того, чтобы мы им были просвещены, и тогда, когда мы читаем Евангелие даже в домашней обстановке, читаем с благоговением, помня, что от этой книги зависит не просто нынешнее наше внутреннее состояние на сегодняшний день, но и наша вечная будущая участь. Следование за Христом предполагает вхождение в Дух Христов, внесение своего жизненного креста и, конечно же, отложение сетей. Аминь.